Всем привет! Меня зовут Рожков Никита и недавно я получил вот такое вот письмо. Как думаете, что здесь? Если вы следили за моими стримами, то наверняка догадываетесь. Давайте не будем томить и наконец откроем этот камеру. Открываю его при вас, потому что хочется увидеть... Потому что хочется, чтобы вы тоже не видели вместе со мной, что же здесь такое. Да, с этой стороны оказалось легче. Ребята. Та-дам! Те, кто уже видели этот комикс, знают, как он называется. Этот комикс называется Инквизитор. Здесь можете прочитать создателей, кто его сделал. Вот эта фамилия... Нет, вот эта фамилия моя. Рожков Никит меня зовут. Но, конечно же, Стас Тревельди и Максим Решотов принимали такое основное участие в создании этого комикса. Я работал лишь как колорист и шрифтовик. Ну, немного оформлял обложку, там, логотип и что-то в этом роде. Ну да, и еще немножечко тут поработал над дизайном. Давайте посмотрим, что представляет из себя сам комикс. Действие истории происходит в альтернативной Москве, в которой одинокий герой днем и ночью ведет бескомпромиссную борьбу со злом, поражающим все сферы жизни общества и все глубже укореняющимся в людских душах. В глазах общества главный герой становится Инквизитором. Но так ли это? История выполнена в стилистике городской супергеройки. Здесь порядка 24 страниц. Я немного хочу рассказать о создании комикса, точнее, дать вам небольшую мотивацию. Однажды я увидел объявление, где требуется художник-комиксер для создания комикса русского. Ну, вы понимаете, да, что русский комикс это как бы такое дело, вроде бы, да, сомнительное, мы же не в Америке живем, чтобы у нас прям распространено это было. И я все-таки согласился, попробовал, мне не... ну, я понял, что это немножечко не мое. Потом тот же самый работодатель предложил мне раскрашивать комикс. И я подумал, ну, ладно, пораскрашу, что подумаешь. Ну, на тот момент работы другой не было. И, в общем-то, мне не очень хотелось, и я не очень верил в этот проект. Но, вы представляете, человек платил своими деньгами. Он тратил свои силы, нервы и так далее. 8 глав комиксов он придумал. Он как сделал? Он заплатил нам свои деньги. В итоге он не бросил то, что он делал. Хоть в него никто не верил. И я, в том числе, не сильно верил в то, что можно в России как-то это сделать. Но сейчас мы уже приступили к созданию третьей главы практически. И наш комикс будет участвовать в выставке в Лондоне и Париже. То есть дело такое, получается, что вроде бы было мало шансов. Мало. Но, блин, они же были. И, чувак, вот этот вот Стас Тривердиев, он увидел эти шансы. Он сам себя поверил. И он сделал то, что он должен был сделать. Он не стал искать себе отговорки. Потому что я раньше тоже хотел создать свой комикс. У меня была своя идея такая. Но я потом почитал в интернете много отзывов, что это все не проканает, что они пытались, у них не получилось. И стоит ли удивляться, да, что у нас нет никаких таких комиксов. И не разве ты у нас. Потому что кто-то посмотрел, кто-то попробовал, у кого-то не получилось. Он это написал. Ему все поверили. Все, кроме Стаса. И Стас смог это сделать. Вот за что ему большой респект. И я уверен, что у этого комикса большое будущее. То есть мораль какова? Ребят, если в вас никто не верит, вообще никто. Вы тот самый человек, который должен в себя верить. Вот если уж вы в себя не верите, вот тогда все плохо. То есть очень-очень много денег сюда вложено. Я вам отвечаю. Реально, очень много денег. Мои услуги тоже там недешевые. Услуги художника графики, я уверен, еще дороже. И, естественно, я уж молчу о том, сколько там типография берет за то, чтобы распечатать такое. Но все получилось. И это только начало. Будет у нас еще больше получаться. Потому что первый комикс, который мы создавали, это, так сказать, разминка даже. Мы сделали вторую главу. Вот там вообще еще круче, чем первая глава. А третья, ну вы понимаете, так же будем расти, расти, развиваться, пытаться какие-то новые фишки внедрять. Но, что хочу отметить, что лично мне понравилось в этом комиксе. Комикс не такой уж стандартный, как он может показаться кому-нибудь. Потому что всякие я видел отзывы и комментарии от людей, которые даже не прочитали комикс. Понятное дело. И еще пару моментов. Хочу сказать, что у Станислава есть свой блог, который он ведет, где он подробно рассказывает, с какими трудностями ему приходилось столкнуться. Через что ему нужно было пройти, чтобы достичь своей цели. И если вы хотите создать свой комикс, вам именно туда. Потому что вы можете наткнуться на информацию в интернете, где вам будут говорить, что, ребят, дождитесь лучших времен, когда в России будут комиксы. Ребят, эти времена делаем, по сути, мы сами. Поэтому переходите на его блог, посмотрите. Оставлю ссылку в описании под видео. Я уверен, информация будет вам полезна. Такой подробной инструкции вы точно нигде не найдете. Я проверял. Еще, знаете, меня зацепило в этом комиксе то, что мы можем понимать мысли главного героя. Потому что они там все написаны. Как он мыслит, как он думает, что он чувствует, понимаете. И это вызывает такой интерес. Вы можете проникнуть в голову главного героя, и вы его лучше начинаете понимать. Это очень такой клевый писательский прием, который Станислав мастерски здесь использует. Также хочу сказать, что тираж у этого комикса, у первой главы, всего 3000 экземпляров. Поэтому я советую поторопиться, поскольку их расхватывают уже сейчас, пока вы смотрите это видео. Конечно, это небольшой тираж для России, но для первого выпуска это нормально. Что еще классно, то, что этот комикс наш, понимаете, наш, я имею ввиду, русский комикс, который выполнен, вот как я могу сказать, на мой взгляд, на хорошем, достойном уровне. Такое приятное чувство, когда вы понимаете, что и у нас тоже это возможно. Не только америкосовские комиксы, где мы можем смотреть, видеть, но ничего такого близкого нам нет. А здесь именно вот прям про нас. Вот все про нас, все, как оно по сути есть. И я считаю, это очень круто. Эта фишка как раз получается очень в тему для людей, которые живут в нашей стране. Ну и хочу передать отдельный привет тем, кто смотрит нас где-то в году 2020, когда уже, наверное, все 8 глав вышли, и вы думаете, а, это самая первая глава, а я сейчас уже 8 дочитал. С этого все и начинается. Так что, ребят, я верю в этот проект, я надеюсь, вы его поддержите. И я очень надеюсь, что вы его оцените, что он вам понравится, и что вы будете рады прочитать этот комикс. Также иногда я провожу стримы, в которых я показываю, как я крашу страницы. Если это кому-то интересно, если вы начинающий художник, и хотите тоже заниматься комиксами. Я всем вам желаю не сдаваться и идти к своей цели, несмотря ни на что. Не слушайте тех, у кого что-то не получилось. Слушайте себя, верьте в себя, и пытайтесь окружить себя людьми, у которых все-таки что-то получилось. Один из них, это, конечно, Станислав Тривердиев, которым я, в общем-то, ну, честно скажу, восхищаюсь в этом плане. Ну а на этом у меня все. Если понравилось, не забывайте поставить лайк, подписаться на канал, на мою группу ВКонтакте, на мой Аркстейшн. Буду благодарен, если поделитесь этим видео с друзьями. Спасибо за просмотр, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok